Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. В Кирове участились ДТП с юными мотоциклистами. В Сочи полиция сняла с самолета туриста из Кирова. В Вятском лесу обнаружили деликатесные грибы, ну и жительница нашего города побывала на Северном полюсе. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии, как всегда, коротко и занятно. Поехали! Учебный год еще не начался, а сотрудники ГАИ уже фиксируют рост числа ДТП с детьми. Только за вчерашний день в авариях пострадало 4 подростка. Сначала в районе Ганина 13-летний водитель квадроцикла с пассажиром врезался в шестерку. Затем в Стрижах тоже 13-летний, но уже мотоциклист вместе с пассажиром совершил лобовое столкновение. Прогнозы ГАИ на сентябрь далеко не утешительные. В чем причина аварийности, выяснял Михаил Вагин. Это последствия ДТП в районе Ганина. Медики оказывают помощь 13-летнему водителю квадроцикла. По словам очевидцев, он получил серьезные травмы после столкновения с вазовской шестеркой. Ранена оказалась его 12-летняя пассажирка. А это Стрижи. 13-летний мотоциклист с 16-летним другом пошли на обгон и, по предварительным данным, спровоцировали лобовое столкновение с сопелем. Оба этих 13-летних гонщика не имели водительских прав и катались на свой страх и риск. В текущем году произошел определенный всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. В текущем году произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, водителями которых были несовершеннолетние, не имеющие права управления транспортными средствами. У нас две машины, красная и синяя. Какая машина к пешеходу, к нашему, ближе? Синяя. Да. А синяя машина с какой стороны располагается? С левой. 1 сентября эти дети станут первоклассниками и они должны знать, как безопасно дойти или доехать на самокате до учебного заведения. Вместе с ними сегодня здесь и родители. По словам полицейских, если папа и мамы нарушают, так будут поступать и дети. Также родители могут еще до получения водительских прав подарить своему ребенку, например, мотоцикл. Родители сами допускают управление мототранспортным средством, передавая данное мототранспортное средство детям. По данным ГАИ, с начала года в авариях один подросток-бесправник погиб и 29 получили травмы. Впрочем, рост аварийности связан не только с поведением родителей, но и с продавцами мототранспорта. Некоторые из них утверждают, что можно ездить без прав, но только по лесам и по полям. Хотелось бы разъяснить, что управлять таким мототранспортным средством разрешается только на специально оборудованных треках под руководством определенного тренера, либо ответственного лица, который отвечает на данном участке или территории за дорожный травматизм. Именно несет ответственность. В остальных случаях управлять подобными мототранспортными средствами даже по полям, либо лесам не допускается. В этом году в школы области придут почти 147 тысяч детей, из них 13 тысяч это первоклассники. Некоторые из школьников встретят учебный год, к сожалению, в травмбольнице. Сотрудники госавтоинспекции ожидают увеличения числа ДТП с юными пешеходами, поэтому просят водителей быть внимательнее, а родителей разработать со своим ребенком безопасный маршрут до школы. Михаил Вагин, информационный канал «Город». В Кирове парковки для электросамокатов убрали с маршрутов для слепых пешеходов. Прецедентом стал случай на улице Некрасова. Несколько месяцев назад инвалид по зрению Владимир Сосегов получил травму. Мужчина шел по тротуару с тростью, запнулся об электросамокат и упал. Я пошел и перелетел там. Потом самокаты спустили вниз. Вот здесь угол Некрасова и Сурикова тоже. Каждый раз перелетал, один раз там, но, конечно, кто-то понимает, кто-то не понимает эту проблему. Там я спускаюсь вниз, а там женщины, бабушки сидят. Он говорит, убился, убился. Так я уже, когда запнулся, перелетел, они мне говорят, убился. А нынче опять поставили здесь, на углу, самокаты. Я точно так же иду, ведь я не знаю, что тут самокаты стоят. По перелам перешел, туда перехожу, запнулся и перелетел. Чаще всего незряющие люди ходят по улицам Пугачева, Некрасова, Калинина и Сурикова. После вмешательства Народного фронта с тротуара на улице Попова электросамокаты переехали в небольшой сквер. Остальные места парковок были согласованы с обществом слепых. В Сочи полиция сняла с самолета туриста из Кирова. По предварительным данным, агрессивный мужчина вылетел из Победилова и был в состоянии опьянения. Во время полета он устроил скандал и напал на борт проводника. Силами экипажа и других пассажиров Буяна удалось успокоить. Как пишут в телеграм-каналах, ему связали руки удлинительными ремнями. В итоге прерывать полет пилоты не стали и после посадки передали мужчину полиции. Сотрудники транспортной полиции это происшествие не комментируют. У поселка Костино ликвидировали несанкционированную свалку. Местные жители утверждают, что она появилась после разбора деревянного дома. На участок неизвестные привезли старую мебель, доски, шины. В чистом виде кто-то из жителей, из граждан, кто приобрел дома, взял, разобрал и выкинул. Тем самым нанося ущерб не только природе, но еще и муниципальному бюджету города Кирова. Любителей помусорить будет искать полиция. В мэрии сообщили, что полицейским направили запрос для установления нарушителей. В этом году только в Октябрьском районе города убрали более 500 кубометров отходов. На ликвидацию стихийных свалок были потрачены бюджетные деньги. Беспилотник помог полиции найти пропавшую пенсионерку в Юрьянском районе. Рано утром 72-летняя женщина ушла из дома за грибами. Из поселка Мосинский она отправилась в лесной массив. К назначенному времени домой женщина не вернулась. На тот момент, когда информация поступила в полицию, прошло уже более суток. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали также волонтеры и местные жители. Лесной массив, где, возможно, находилась пенсионерка, оказался труднопроходимым. Поэтому полицейскими было принято решение использовать беспилотный летательный аппарат. Проложить путь к пенсионерке удалось только с воздуха. За двое суток в чаще леса женщина сильно ослабла и обессилела. Из леса спасатели выносили пенсионерку на руках. Потом ее забрала бригада скорой помощи. Жители Кирово-Чепенского во время тихой охоты наткнулись на уникальный черный гриб. Вороночник или в простонародье черная лисичка встречается очень редко. Это съедобный гриб. В некоторых странах он считается настоящим деликатесом. Повара рекомендуют употреблять только воронку грибов, удаляя при этом ножку. В ресторанах из черных лисичек делают соусы и приправы. На поиск черных лисичек у кировчан еще есть два месяца. Самым урожайным месяцем у грибников считается сентябрь. А в октябре к началу заморозков грибы исчезнут. В Тверской области кировский спортсмен Иван Шустав стал лучшим на всероссийских соревнованиях по ММА. Боец одержал победу в весовой категории до 57 килограммов. За пояс победителя бились представители из 26 субъектов России. Кроме пояса победителя Иван получил денежное вознаграждение. На памятном фото заслуженный конверт он держал в зубах. Кира Овчанка побывала на Северном полюсе. В экстремально холодное путешествие Татьяна Михайлова отправилась с образовательной экспедицией. На борту судно «Ледокол знаний» группа туристов провела 10 дней. Участниками экспедиции стали школьники и их кураторы из Венгрии, Китая, Армении, Индии и Казахстана. Они достигли самой северной точки планеты, преодолели айсберги, познакомились с китами и моржами. Самыми завораживающими, по мнению туристов, стали пейзажи необитаемого архипелага земли Франца Иосифа. Спустя почти 3000 миль морозное путешествие закончилось. Участники экспедиции вернулись в Мурманск. Первый городской канал дарит подарки лучшим дачникам. Чтобы забрать свой приз, нужно рассказать и показать, как вы отдыхаете на даче. Снимите короткий ролик о своей садовой жизни, покажите любимые цветы, свежий урожай или поделитесь барбекю-вечеринкой. Вот здесь вот растут наши любимые пилочки. Уууу, я их уважаю. Это наши помидоры. А это целый кусок земли. Я твоего луба. И все от счастья плачут. Поехали на дачу. Поехали на дачу. А раньше не иначе. И станет жить чуть слаще. Поехали на дачу. Свои видео присылайте к нам в группу ВКонтакте. Новости Кирова. Первый городской канал лучшего дачника определяют зрители. А наш партнер подарит победителю самый нужный в садовом быту подарок. Первый городской дачник получит аккумуляторный сучкорез. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока.